Взлучение сектантов Кассета вторая Про казни Однажды жену царя Иерусалима, переводившись, чтобы не быть неким людьми, пошли по них пророку Ахайю узнать о судьбе заболевшего своего сына. В доказательствах, что у человека есть в душах, и она существует после смерти. Ахайю не мог уже видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахи, вот и дядя Майя Равану, спросить тебя о сыне своем, ибо он волен. Так и так, говори ей, она придет переодетая. Ахил, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал Войди, жена Равану, для чего тебе было переодеваться? Я громный посланник к тебе. Третья царь, 14.1.6 В четвертой книге царств читаем, что царь сирийский неоднократно замышлял неожиданно напасть на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположил свой стан. Но всякий раз пророк Елисей разрушал коварные его планы. Посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись, проходите с ним местом, ибо там сирияне забегли. И встревожило сердце царя сирийского по всему случаю, и призвал он рабов своих, и сказал им, «Скажите мне, кто из наших сношений с царем израильским?» И сказал один из слуг его, «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». 6.8 Когда слуга святого Елисей Геозий взял тайно и обманным образом серебро у исцеленного пророка над проказово и начальника Неймана, святой Елисей прозрел мирский поступок Геозии, обречил его и наказал, сказав ему, «Рази сердце мое не сопутствовало тебе?» «Пусть же проказы Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек!» И вышел он от него белый от проказы, как снег. 4.5.25 «Подействующий живым благодатью Божией узнал апостол Петр о том, что она не женой своей Сапфирой, продав имение, утаили из семи, ведомые жены своей, узнал и наказал их обеих смертью». Деяние 5.1 «Нужно не говорить о том, что святые за целые сотни и даже тысячи лет с точностью предсказали о времени и месте рождения Мессии Христа» Даниила 9 глава, Михея 5.2 «О рождении Милы Пречистой Девы» Исайя 7.14 «О многих обстоятельствах его земной жизни» Альгея 2.6 Матфея 21.12 Захария 9.9 Сравним Матфея 21.1 Псалом 21.19 «Страдания и смерти на кресте» Исайя 53 глава Иоанн 18.19 Захария 12.10 Сравним Иоанном 19.34 «И пророчества эти с удивительной точностью сбились, убедая нас в том, что для святых угодников Божиих для их ведения нет границ ни во времени, ни в пространстве, когда Господь Сам открывает Ему настоящее и будущее, и тайны сердца человеческого. Освобождение от бренних тел, находясь под постоянным действием благодати Божией, в непосредственном общении и лицезрении Бога, святые живые люди еще легче через Него могут знать о том, что происходит на грешной земле. Еще скорее могут слышать наши молитвы. Так холодные железы накаляются от действия огня, приобретают от Него и силу теплоты, и силу света. Святые ангелы тоже не всеведущие, однако и они, будучи на небе у престола Божия, знают о раскаянии каждого грешника на земле». Лука 15.10 «Ангелы-хранители каждого человека и каждого народа не всеведущие, однако о будущем на небе знают о жизни на земле каждой веренной им души, каждого веренного им народа, знают, молятся и помогают им». Максим 18.10 «Даниила 10.11, Захария 1.12 «Святые же, по словам Христа, равны ангелам» Лука 20.36 «И живут на небе, как ангелы, в общении с всеведущим Богом, пребывают в Нем и Он в них. Поэтому и они, как ангелы, знают на небе через Бога о том, что совершается на земле, подобно ангелам. Слышат наши молитвы, ходатайствуют за нас, пред Богом, и помогают нам в наших нуждах». Как это мы уже видели из примеров Священного Писания. Следующие примеры Священного Писания ясно говорят о том, что святые могут слышать молитвы к ним людей, живущих на земле. А Авраам, несмотря на великую пропасть между прайдниками и грешными, услышал просьб Богача Изада о Нем и о братьях Его» Лука 16 глава. «Он же, несмотря на то, что умер несколько сот лет раньше Моисея и пророков, знают на небе о том, что они жили на земле и оставили людям для руководства в вере законы пророчества. «Умершие законы пророки», — говорит Авраам Богачу, — «пусть слушают их»» Лука 16, 29. «А Авраам вымер уже несколько тысяч лет раньше от пришествия в мире Христа. Ожидавшего пришествия, узнал о дне явления в мир Мессии и Спасителя и возрадовался на небесах. Иудеи сказали ему, — «Теперь узнали мы, что Бог в тебе. Авраам умер от пророки, а ты говоришь, кто соблюдает Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». Иисус отвечал, — «Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». Иоанн 8, 52. Итак, Христовик говорит, что Авраам, живущий на небе, знал объявление Христа на землю. Афектанты упорно утверждают, что святые ничего не знают на небе, что делается на земле. «Пророк со мной, живя на небе, знает, что должно случиться на земле с Саулом и народом израильским». 1 Сарф, 28. «Он пророчествовал и после смерти своей, и предсказал, Фарис, смерть его. И в пророчестве вознесенный земли голос свой, что беззаконный народ истребится». Сераф, 46, 23. «И в Откровении мы знаем, что небесные угодники Божии, святые ангелы, возносят на небе пред Богом молитвы святых». 5, 8. То есть молитвы христиан, живущих на земле, которые именуются святыми, как освященные в таинстве святого крещения. 1 Коринфянам 1, 2, 6, 11, 2 Коринфянам 1, 1, Филиппийцам 1, 1, 1, Колоссиним 1, 2, Евреям 3, 1. А если они возносят молитвы наши пред Бога, то значит, они слышат наши мольбы, их обротайствуют о нас. «Святые молятся только о наказании живущих на земле грешников, ибо сказано «Я увидел под жертвенниками души уберемных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Ибо запилен громким голосом, говоря «Доколе владыков святые праведные не судишь, и не мсти живущим на земле за кровь нашу откровеннейшей стерей?» Приводимое сектантами место священного писания их же самих и опровергает. Прежде всего из него сектанты должны убедиться, что святые на небе не только могут, а и действительно знают, как люди живут на земле, благочестиво или злочестиво, ибо молятся о наказании последних, то есть злых. Затем этим местом святого откровения доказывается та истина, что святые на небе действительно молятся. Наконец, сектанты должны согласиться, что молитва святых о наказании злых на земле и в то же время молитва о благополучии благочестивых на ней, ибо если злые на земле будут Богом наказаны, то благочестивые перестанут терпеть от них всякое зло и притеснение, и легче будут устраивать свое вечное спасение. Уничтожение по молитвам святых, какого бы то ни было зла на земле, ведет к увеличению на ней добра и правды Божией, к увеличению на земле Царства Божия, которое и есть праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14.17 Было бы крайне нечестиво и оскорбительно для Бога думать, что друзья Его, пребывающие в вечной любви Его, исполнены только чувством мести и не имеют в себе духа любви, что они молятся только о наказании злых и не ходатайствуют перед Богом о помиловании грешных. Это противоречило бы здравому смыслу и всему тому, что говорится о святых в славе Бога, в Слове Божьем. Мы молились бы святым, да не знаем, кто из людей причислен Богом к святым, да всеобщего суда над миром. Никто не может на земле видеть сына на Его, ни тех, которые с ним, разве только во время дня Его. Третья езра 13.52 Здесь говорится о ветхозаветных людях, которые не могли видеть сына Божьего на земле, пока он не воплотился от Девы Марии. 1 Иоанна 1.11 Сектанты говорят, что они чтили бы святых, если бы знали, кто удостоен быть святыми. Лукавые речи. Разве они сектанты не считали 24-й, 50-й главы книги Сярахова или 11-й главе послания Павла Кеврея, где перечислены почти все ветхозаветные святые? Разве они не считают святыми апостолов Христовых и не могут знать из дальнейшей истории в Церкви Христовой и ее мучеников и святых? Конечно, они могут знать и знать, но в упорстве своем погибают, как корей. Иуда 11 стих. В небоглую гордостью своей, в сектантском самообольщении они считают себя такими же святыми, как и угодники Божии, достигшие совершенства. Первенцы Церкви, написанные на небесах. Евреем 12.23 Еще при жизни угодников Божьих на земле Господь отмечает их святость, особыми дарами чудес, совершающихся после их смерти. Что и служит для Церкви Христовой ясным признаком их святости и основанием прославления их, как друзей Божиих. О пророке Моисея и Самуиле, или Елисея и других пророках мы знаем, что они творили величайшие чудеса, даже из мертвых воскрешали. О некоторых святых мы знаем, что они после смерти своей творили дивные дела. Так, например, о пророке Самуиле читаем в Священном Писании. Он пророчествовал и после смерти своей, и предсказал царю смерти его. И в пророчестве вознесел из земли голос свой, что беззаконный народ истребится. И об Елисеи сказано. По успению его пророчествовало тело его, и при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти были дивные дела его. Апостол Павел, перечисляя имена ветхозаветних святых, говорит, что святые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, и заграждали уста львов, углашали силы огня, избивали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Евреям 11.33 Вот какие признаки святых. Благодатные дары, знамения и чудес при их жизни. На земле и после смерти, на небе, согласно словам Христа Спасителя. Марка 16.17 Этими признаками руководствуется святая церковь, когда решает вопрос о признании того или другого угодника Божьим святым. А голос в церкви Христовой есть голос всегда пребывающего в ней святого духа, и в противящейся церкви противится духу святому. Почему же в различных междах обращаются к разным святым? В болезнях обращаются к святому Пантелейному, а благополучные плавания к святому Николаю и тому подобное. Все святые должны одинаково помогать во всяких бедах. В нем и растительном есть много целебных трав, но каждая трава полезна только при известной болезни. И это так угодно было Богу. Ему же угодно, чтобы известный святой помогал людям в одних нуждах, а другой в других. Дарования молитвы и помощи у святых различны. Но действует через них один и тот же святой дух, раздавая им эти дарования, как ему сомнему угодно. Дары различны, учит апостол Павел, но дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрость, другому слово знание, тем же духом. И мы на веру, тем же духом. И мы на дару исцеление, тем же духом. И мы на дару чудотворение, и мы на пророчество, и мы на различение духов, и мы на разные языки, и мы на истолкование языков. Все же свет производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12.4 Словом, каждый имеет свое дарование от Бога, один и тот, другой и иначе. 1 Коринфянам 7.7 Как известно, святые все монахи, а экспресс-слово народных нет. Очевидно, монахи сами возводят себя святые. А, неправда. Святые у нас во всех сословиях и во всех состояниях. Есть царей и царицы, святой Константин и Елена. Есть князья Владимир, Александр Невский. Есть воины, святой Георгий Победоносец, святой Иоанн воин. Есть крестьяне, Иоанн Стюрский. Есть огородники, мученик Конан. Есть пастухи, мученик Власий и тому подобное. Вот я взял, что святые бывают только из монахов, но вот только те, кто никогда не читали жития святых. Или кто говорит о том, злонамеренно, по дерзности своей. Старозаконие 18.22. Что касается присчислений кого-либо из заводивших в Богу клику святых, то это зависит не от людей, а от Бога, который при жизни и после смерти уводников сам прославляет их великими чудесами и указывает ими в своей церкви, кого он избрал в число друзей своих, кого он удостоил быть первенцами церкви, написанными на небесах, и постоянными ходатами за нас на небе перед престолом Божьим. Известно, что православные особенно учтут святого Николая. А ведь он был человеком жестоким, ибо известно, что он ударил арию в лицо. О необыкновенной доброте и образе кротости святого Николая, а его помощи бедным и заступничестве перед силами мира, за слабых и невинно угнетенных, знает весь христианский мир. Удар арии ненесен был святым Николаем за дерзкую фугу еретикана Сына Божия. В связи с ее ревностью по Боге святой Николай не выдержал себя и ударил богоховника, за что и был нежен епископство, пока после покаяния святителя сам Христос и Богоматерь не восстановили его в епископском достоинстве. Апостол Петр тоже ударил первосвященческого раба и отсек ему правое ухо. Иоанн 18, 10. Он даже совсем отрехся был от Христа, но слезами покаяния, Лука 22, 62, получил прощение, возвратил в себе апостольское достоинство. Да и по слову Божию, кощунников и богоховников нужно наказывать. Так, например, сам Христос изгнал бичом из храма, нарушивших святость его. Иоанна 2, 14, 17. Апостол Павел предал сатане и имение Александра, чтобы они научились не богохульствовать. Ибо говорит Премудрый, если ты накажешь кощунника, то и простое сделается благоразумным. Поэтому сегодня можно подумать, что Христос еще в нашей храме не дошел до торговых точек. «Святого Николая почитали иеретики Николаиты, и те, которые теперь его почитают, уподобляются им. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». Откровение 2, 6, 15. Только человек невежественный, не знающий ни истории церкви, ни жития святого Николая, может считать иеретиков Николаитов, упоминаемых в откровении, почитателями и последователями учений святителя Божия Николая. Святой Иоанн, обличавший Ефесскую церковь за проявление в ней вереси Николаитов, умер в 101 году. А святой Николай родился только в 250 году. То есть более чем на 150 лет после его смерти, позже. Каждый святой апостол мог обличать вереси еще не родившегося человека и еще не существующих его последователей. Ведь обращение к Ангелу, то есть епископа Ефесской церкви, не есть пророчество, а прямое указание на современное апостолу Иоанну религиозно-нравственное состояние ее. «У тебя есть», он же не сказал, что будут, держащиеся учения Николаитов. И в 14 стиха, приводимое главой Откровения, мы видим, что Николаиты держались учения Валаама, которому учил Валака ввести в соблазнство ново-драйверах, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействовали. Числа 31-16. Следователи Николаиты были великики, последователи же какого-то Николая, жившего во время апостола Иоанна, участвовавшего вопреки постановлению Собора Святых Апостолов, Дианик 15-20, в языческих трапезах и предававшихся распутству, подобно нашим хлыстам и шалопутам. Из жизни святого Николая мы знаем, что он не только вел строгую святую жизнь, но и избавлял от распутства других, близких к тому, чтобы встать в него вследствие крайней нужды. Знаем, что он был ревностным поборником и защитником чистоты православного учения, был правилом веры Христовой. Вот из многочисленных мест священной описания мы не только видим грубое заблуждение сектантов, отрицающих молительное почитание и призвание святых ангелов Божиих, но и крепко убеждаемся в том, что святые, как и ангелы, живут на небес сознательной и разумной жизнью. И, пребывая вместе со святыми ангелами в Боге, как члены Единой Церкви Христовой, как дети одной Божьей семьи, молятся о всех братьях, живущих на земле, хотящих наследовать спасение и приближающих к их ходатайству. Господь принимает молитвы друзей своих и исполняет просьбы их, почему мы должны не только чтить и поклоняться ангелам и святым угодникам Божьим, но и обращаться к ним с молитвой о заступничестве во всех наших скорбях, болезнях, бедах и печалях, особенно прося их помощи в борьбе с нашими грехами. Когда говорится о ветхозаветних праведниках, как пребывающих на небесах, это означает, что имена их были написаны на небесах, а души находились в темных местах. Первым в раю оказался разбойник, а остальные святые были уверены Христом после его славного воскресения. Как после смерти живут на небесах святые? Они живут как ангелы, сознательные, разумные жизнью. Окружают престол Божий, поклоняются Богу, прославляют Его и поют Ему новые песни, о чем читаем, например, в книге Откровения. И двадцать четыре старца пали придаваться мне каждой гуси и золотой чаши, полной фемиама, которая суть молитвы святых. И поют новые песни, говоря, достойно взять книгу и снять с нее печати. Ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. Откровение 5.8 Откровение 11.16 Чем же он увеличил Господь святых своих? Тем, что еще при жизни их на земле назвал их друзьями своими. Веровал Авраам Богу, и это изменилось ему в праведность. И он наречен другим Божьим. Яков 2.23, Исайя 41.8 И святым апостолам Христос сказал, «Будь, друзья мои!» Иоанна 15.14 «Святые при жизни на земле были сослужителями ангелов Божиих» Откровение 19.10.22.9 «И посмерти свои были уравнены Богом с ангелами и наречены сынами Божьими. Они, говорит Христос о святых, равны ангелам и судь сыны Божьи, будучи сынами воскресения» Рука 20.36 «Им Господь дал власть судить при конце мира всю вселенную, святые будут судить мир» 1 Коринфянам 6.2 Максея 19.28 «Потому что, как достигшее совершенство, святые судь первенцы церкви, написанные на небесах в книге жизни» 1 Коринфянам 12.23 1 Коринфянам 4.3 Откровение 21.27 «Будут цели святые, живя на земле о грешных людях» 2 Молица «Так, например, помолился Авраам Бога и исцелил Бога в имени Ильеха и жену его и рабыни его» Бытие 27 «Когда Господь хотел устремить весь народ израильский за поклонение золотому тельцу, Моисей стал умолять Бога исход 32 «Помолите же Моисей, исцелилась от проказа сестра, Моисей, Мариам, числа 12 глава» Молица «Помолите же апостолы за других» 1 Коринфянам 134 «Молятся ли святые и ангелы Божии, будучи на небе, живущих на земле, не помогают ли им в их бедах?» Молятся и помогают. Так, например, Еуда Макоил видел видение умершего пересвящения колонии 2 Макоейская 15-12 «Петр обещал христианам молиться за них после смерти» 2 Петра 1-13 «Читаем об этом и у Даниила 10-11 Почему они святые молятся о грешных людях?» 2 Петра 1 «Члены Единой Церкви Христовой, которая принадлежит мы и все истинно верующие христиане, члены одной великой Божьей семьи, в которой они, наши старшие братья и Божьи друзья, пребывая постоянно в Боге и будущие исполненные неизреченные любви ко всем людям, они сострадают нам в наших бедствиях и молятся пред Богом о наших нуждах и грехах согласно словами святого апостола, сказанными о членах Святой Церкви. «Страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один? С ним нравятся все члены». 1 Коринфянам 12-26 «Почему бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся?» «Как же святые и ангелы Божьи, будучи на небе, знают о нуждах и слышат молитвы живущих на земле?» «Святые и ангелы Божьи знают на небе о наших нуждах и слышат наши молитвы к ним по особому дару Божьему, по дару высшего ведения и прозрения. Святые и ангелы Божьи еще при жизни на земле прозревали не только далекое будущее, предсказывали о том, что имело совершиться через несколько сот и даже тысяч лет, но проникали в тайны сердца человеческого, знания, несмотря на огромное, разделяющих от людей пространство, не только о том, что люди делают, но и даже о том, что о них и думают». «Так святые пороки за многие века и даже тысячелетия предсказали о времени, месте рождения Христа и все, что касалось его жизни». 1 Петра 1.10. «Так и Авраам знал нераскаянность нечестивых братьев, богача. Почему в различных нуждах мы обращаемся к разным святым? Одних просим об исцелении от болезней, других – о благополучии в семейной жизни и тому подобное». «По слову апостола, который сказал в первом послании Коринфянам, 12 главе, «Все же все производят один и тот же дух, разделяя каждому особо». «Кто не чтит и не прославляет ангелов и святых, кто-то скорбает самого друга их, Господа нашего Иисуса Христа и Отца Его Небесного. «Кто принимает вас, сказал Христос святым апостолом, меня принимает, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Матфея 10, 40. О молитвенном почитании и призывании святых ангелов учили многие святые отцы и учители церкви в первых и последующих ее веков. Святой Дионисий Ареапагит пишет, «Молитва святых еще при жизни, а тем более по смерти, приносит пользу только достойным святых молитву». О Небесной Иерархии, глава 7. Святой Нерм, муж апостольский, учит, что ангелы наблюдают над всем миром и церковью и над жизнью каждого человека, которого они сопровождают и в загробную жизнь. Святой Нерстин, мученик, пишет, «Мы чтим, как Отца правды, так и пришедшего от Него сына. Вместе с воинцем прочих последующих уподобляющихся Ему благих ангелов и открыто преподаем это всякому желающему научиться так, как сами научены. О прославлении святых мучеников и совершении в них дни кончины Святой Литургии свидетельствует Артулиан, Святой Киприян, Григорий Чудотворец. А в постановлениях апостольских повелевается христианам собираться в усыпальницах святых мучеников, петь по ним псалмы, совершать литургии и не работать в дни их смерти, так же, как и в воскресные и праздничные дни». Книга 6, глава 30. Послановление апостольское. Священномученик Киприян пишет Корнилию. «Будем помнить взаимно друг о друге, и где бы ни были, будем в согласии, единодушии всегда молиться друг за друга. Взимой любовью облегчим скорбь и тесноту, если Господь скорее удостоит кого-либо из нас первого восхитить отсюда. «Да продолжится любовь и пред Господом, да не прекратится молитва пред милосердием отца за братьев и сестер наших». Письмо Корнелия, 50. Святой Василий Великий в поучении в день сорока мучеников говорит о них. «Если кто находится в каком горе, пусть прибегает к ним. Если кто радуется, пусть молится им. Первый, чтобы освободить себя от зла, а второй, чтобы остаться в радости. Приемлю, учит святой Василий Великий, и святых апостолов, пророков и мучеников, и призываю их к ходатайству перед Богом, да через них, то есть по их предстательству, милостей будет мне человеколюбец Бог, и да подаст мне оставление прегрешений». Часть 6, письмо 244. Святой Григорий Ницкий в похвальном слове святому Ефрему Сирину говорит «Святые Ефреми, помоги мне избавиться от беды, божественному предстоя престолу и служа с ангелами живоначально и пресвятой троицы во царстве. Помяни нас, прося нам оставление грехов и наследие вечного царствия во Христе Иисусе Господе нашим». Часть 8, страница 292. Святой Иоанн Затаус учит. «Хорошо уповать на молитву святых, но тогда, когда мы сами трудимся. Для чего не нужна мне, скажем, кто-нибудь молитва других, когда я сам буду деятельным и таким образом не доведу себя до нужды в ней? Я и не желаю вам того. Но если судить здраво, то мы всегда испытываем эту нужду». Павел не говорил, что мне за нужда в молитве других, хотя молившиеся за него и не были достойнее его, и даже не были равны ему. А ты говоришь, какая мне нужда в молитве других? Петр не говорил, что мне за нужда в молитве. Сказано, церковь прилежно молилась о нем Богу. Деяния 12, 5. «А ты говоришь, зачем мне нужна молитва других? Хотя бы ты был равен Павлу, ты имеешь нужду в молитве. Не возносись, чтобы не унизить себя». 11 том, страница 480. Святой Иоанн Дамаскин, великий защитник церкви Христовой от еретиков, пишет, «Должно почитать святых как друзей Христовых, как чад и наследников Божиих». По словам евангелиста Иоанна Богослова, «Тем, которые приняли его верующим во имя, его дал власть быть чадами Божьими». И Господь во Святом Евангелии говорит апостолам, «Вы, друзья мои, как же не почитать тех, которые суть и слуги, и друзья, и сыны Божии? Честь, воздаваемая усерднейшим сослужителем, доказывает любовь к общему владыке». Поклонимся и Святой Богородице не как Богу, но как Матери Бога по плоти. Затем поклонимся и Святым, как избранным друзьям Божиим, и получившим дерзновение к Нему. Полное собрание творений Иоанна Дамаскина Третье слово об иконах страница 405 «Будем же мы, верующие, воздавать почитания святым псалмами, гимнами, песнями духовными, сокрушением сердца и милосердием к нуждающимся, что более всего благоугодны и Богу. Будем воздвигать им памятники и видимые изображения, и через подражание их добродетелям сами сделаемся одушевленными их памятниками и изображениями». Молительные почитания и призывания святых ангелов Божьих утвердили святые соборы. Так, например, поместный Карфагенский собор 419-426 год постановил, позволяется их переч читать страдания мучеников, когда совершается ежегодная память их. Правило 56-е. Седьмой же Вселенский собор взял следующее постановление. Восторженно также принимаем и Господние, апостольские, и пророческие изречения, которыми мы научены почитать и величать во-первых, собственно, истинно Богородицу всех небесных сил выше, а также и святые ангельские силы, блаженных и всехвальных апостолов и пророков, славных и победоносных подвязавшихся за Христа мучеников, святых и богоносных учителей и всех преподобных мужей, и просить их ходатайства, так как они могут нас приближать к Царю всех Богу. Конечно, если мы будем соблюдать его заповеди и стараться жить добродетельно. Православный христианин, не забывай о всех твоих несчастьях и скорбях и после всяких греховных твоих падений, проси помощи молитв за твою грешную душу святых угодников и ангелов Божиих, предстоящих у престола Божия и молящихся о всех во всем христианском мире. Проси ходатайства за тебя пред Богом у первенцев церкви, написанных на небесах, у друзей Божиих, ибо многом может усиленная молитва праведного. О почитании святых мощей и других останков угодников Божиих. И умер Елисей и похоронили его. И полчища мавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчища, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Четвертое царс тринадцать двадцать. Не знаете ли, что тело ваше суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? Первое Коринфянам 6.19 Слово мощи обозначает всеобщее вообще тело вообще тело всякого умершего человека, христианина. Почему в синепогребении говорится взявши мощи услугшего отходим с ними в храм? Наши предки слово мощи обозначали кости умерших людей. Так древняя русская летопись говоря об осмотре тел умерших митрополитов, покоившихся в Успенском Московском соборе по случаю перестройки его в 1472 замечает Иону целосущая бритоша, флоти же истлевшая, а Киприана всего истлевшая, едины мощи, то есть одни кости. Собрание русских летописей том 6 страница 196 В наше же время под святыми мощами православных христиане разумеют нетленные тела святых угодников Божиих, части их тел или же их кости и частиц и костей, через которые Господь проявлял и проявляет свою могущественную силу совершением явных чудес для прославления себя и своих угодников, для помощи христианам в их душевных и телесных недугах и бедствиях, для укрепления и убеждения их в истинности и спасительности православной веры. Наравне со святыми мощами, как святыни, почитаются христианами другие останки святых, например, риза и пояс Бога-Матери, одежды святых и другие оставшиеся от них предметы, через которые Господь проявляет в чудесах свою всемогущую силу. Человек создан совсем не так, как все прочие твари, тогда как последние по повелению Господне произвели земля и вода. Бытие 1, 20, 24. Тело человека сотворилось праха земного, сам Бог, и сам же вздумал в лицо его дыхание жизни. вот почему тело человека неизмеримо выше по достоинству, чем тело животного, ибо в человеческом теле, созданном непосредственно самим Богом, а не происшедшим силами земли или воды, обитает душа живая, разумная, созданная по образу, по подобию Божию, в нем находится дыхание Божества, почему тело человека должно было бы быть бессмертно, нетленно. Бог создал человека для нетления, говорит премудрый Соломон, и содел его образом вечного бытия своего, но зависть и дьявола вошла в мир смерть, и испытывает ее все принадлежащие куделу его. Премудрость Соломона 2.23 Бытие 3.5.15 Спешите в мир Христа Спасителя, благодать Божия подаваема в святые таинства церкви, освящает тела людей, делает их членами Христа, храмами Святого Духа. Разве не знаете, говорит христиан апостол, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? 1. Крани 3.16 Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? 6.15 Разве не знаете, что тела ваши суть Храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? 6.19 В нем в теле христианина открылась жизнь Иисуса. Всегда носим, говорит святой апостол, в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2. Коринфян 4.10 В Таинстве же Святого Прещищения Сам Христос теснейшим образом соединяется с душой и телом христианина. Идущие мои плоти, пища мою кровь пребывает во мне и я в нем. Иоанна 6.56 А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. 1. Коринфян 6.17 В ком Христос в том освящении от Него тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным владыки. 2. Тимофей 2.21 Христос Спаситель был совершенно чужд греха и в нем обитала вся полнота божества телесно. Колосин 2.9 И люди чем более святлы по жизни тем ближе они к Богу чем чище от грехов тем более тела их служат храмами для обитания в них Святого Духа. И как обожественное тело Христа творило великие чудеса даже через носимую на нем одежду так и тела угодников Божьих проникнутые освящающие благодатью Святого Духа и очищенные от грехов святой кровью и телом Христа в таинстве святого причащения творят силами Божьи чудеса и сами и даже через носимый имя одеяния. Об Иисусе Христе мы читаем Женщина страдавшая кровотечением двенадцать лет которая издержавшая на врачей все имения ни одним не могла быть вылечена подойдя сзади коснула с края одежды его и тотчас течение крови у ней остановилось и сказала Иисус кто прикоснулся ко мне и была честной силой шедшая из меня женщина видя что она не утаилась стрепетом подошла и падший пред ним объявила ему пред всем народом по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась он сказал ей дерзай черь вера твоя спасла тебя иди с миром Лука 8.43 когда один прокаженный умолял Христа Господь если хочешь можешь меня очистить он простер руку прикоснулся к нему и сказал хочу очистить и тотчас проказа сошла с него Лука 5.19 и приносили к нему всех больных и просили его чтобы только прикоснуться к краю одежды его и которые прикасались исцелялись Матфея 14.36 о святых апостолах тоже читаем руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса Яне 5.12 Господь во свидетельство Свою благодать и Своей творил руками знамения и чудеса 14.3 Боже творил немало чудес руками Павла так что на больных возлагали платки опоясания с тела его и у них прекращались болезни злые духи выходили из них Деяние 19.11 О милости верхней одежды пророка Ильи говорится следующее в Библии И взял Илья милость свою свернул и ударил ей по воде и раступилась она туда и сюда и перешли оба Илья и Ильисей по суху 4.3 цар 2.8 Останки совершал и совершал он великие чудеса и по смерти были дивные дела его Сирах 48.12 Об одном из таких дивных чудес от мощей пророка Елисея говорится в Священном Писании следующее И умер Елисея и похоронили его и полчища мавитян пришли в землю в следующем году И было что когда погребали одного человека то увидели это полчища погребавшие и бросили этого человека в гроб Елисеев И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои 4.3 цар 13.20 Таким образом сам Бог через тела и останки его святых угодников проявляет силу свою совершая великие чудеса для прославления себя и друзей своих Иоанна 15.14 Для помощи и укрепления в вере христиан Поэтому почитая и поклоняясь святым мощам и другим останкам святых мы чтим самого Бога почивающего святых своих и с благоговением преклоняемся перед обитающим в них и через них чудесно действующим благодатью Святого Духа Не твение святых мощей и совершение через них и через другие останки святых великих чудес и отсутствие их в других мнимых христианских обществах ясно и наглядно показывают что только православная церковь есть церковь истинная что только в ней пребывает и видимо проявляется благодать Святого Духа никаких нетленных мощей не может быть все люди по приговору Господа должны после своей смерти обратиться в прах это всеобщий для людей закон в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и в прах возвратишься Бзиет 3.19 и Экклесиаз 12.7 то что ты сеешь не оживет если не умрет так и при воскресении мертвых сеется в тлении восстает в нетлении 1 Коринфянам 15.36 да совершенно верно что преступлением одного Адама подверглись смерти многие римлянам 5.15 но верно и то что как грех царствовал к смерти так и благодать восхорилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим 21 стих Закон святой апостол положен не для праведников но для беззаконных 1 Тимофей 1.9 и закон пления хотя есть общий закон для всех людей но для многих праведников он имеет исключение верой например и ног переселен был так что не видел смерти евреям 11.30 Святой порог Илья живым был взят на небо 4 цар 2 глава не испытал от пления и Божья Матерь честное тело которое после ее успения вознесено было ангелами на небо как говорит об этом святое предание не испытывая совершенного тления и те святых угодников Божиих тела которых сам Господь в известной степени какой ему угодно сохранил сохраняет от пления для их прославления и для укрепления совершаемыми через них чудесами тех кто в этом нуждается слова же апостола Павла что ты сеешь не оживет если не умрет и так далее вполне относятся к обыкновенным людям и говорят о будущем преобразовании их тел когда и нетленные тела святых угодников Божьих изменятся во мгновение ока для вечной жизни ибо не все мы умрем но все изменимся к нетленным же телам святых в которых обитает чудотворная благодать Божия приведенные слова неприложимы всецело а только постойку поскольку испевает известная часть каждого святого во исполнение слов Господа прах ты и в прах возвратишься неоспорим доказательством этого служит самосуществование святых неприятных тел и совершаемые через них великие дивные чудеса неверующим секрантам каждый православный может сказать одно не отрицай того что есть и чего ты не видел или не хочешь видеть иди посмотри Иоанн 1.46 убедись в неплении мощей святых и совершающихся у них гробниц в чудесах и не будет неверующим но верующим плоти и кровь не могут наследовать царствие Божие 1.15 поэтому и те чьи мощи нетленны если не обратятся в прах не увидят царство небесного этими словами святой апостол учат что люди с той плоти и той крови какие теперь они имеют не войдут в царство Божие что их земные тела 1.15 должны измениться в небесные их тела душевные должны преобразиться в тела духовные стих 44 ибо тление не наследует нетление святая церковь и не учит что мощи святых войдут в царство небесное такими каковы они теперь нет и святые мощи хотя прославлены от Бога не тлением и чудесами но они все-таки тела земные душевные и должны будут преобразиться в тела небесные духовные тогда когда все мы изменимся во мгновение ока при последней трубе изменимся в подобие тела воскресшего Христа и как мы носили образ перстного Адама будем носить и образ небесного то есть Христа всемогущему Богу из ничего создашему весь мир из праха сотворившему человека одинаково возможно при последней трубе воссоздать тела духовные как обратившиеся в прах так и нетленно почивающие тела людей почитание святых мощей то же самое что и дал поклон запрещенное первой и второй заповедью Божьими ибо сказано да не будет у тебя других богов пред лице моим не делай себе никакого кумира не поклоняйся им и не служи им ибо я Господь Бог твой исход 21 5 в приведенной месяц священное писание запрещается поклонение кумирам то есть идолам которых язычники считали за богов сектанты сравнивают святые мощи с кумирами по злобе своей ко всем святыням православия ибо они хорошо знают что святые мощи мы не считаем за богов и не раздаем им божеское поклонение мы 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 ими прославляется бог дивного святых своих и преклоняемся перед святыми мощами потому что в них обитает благодать святого духа совершающая через них великие чудеса сектанты повторяют старые слова еретиков манифеев ориан евномиан илиана богатступника язычника сардиана вигелянца и других врагов истинной церкви христовой обвинявших древних христиан выдало поклонство за почитаниями святых мощей многие святые отцы церкви защищая святые мощи от еретических глумлений выисказали в свое время взгляд ее на почитание святых мощей и совершение богом через них великих чудес приведем учение о почитании мощей святых мучеников блаженного Августина наши чудеса говорит он совершает мученики или лучше сам бог по молитве или присодействии мучеников дабы мы укреплялись в вере что они не боги наши а имеют одного с нами бога они мученики тем богам своим строили храмы воздвигали алтари учреждали жрецов приносили жертвы мы же своим мученикам как богам храмов не воздвигаем а устрояем надгробные памятники как умершим людям души которые живут у бога и воздвигаем там алтари на которых приносим жертвы не мученикам а единому их и нашему богу тела святых храм живущего в них святого духа 1 коринфянам 316 619 поэтому сектантам нужно помнить и другие слова апостола Павла какая совместность храма божия с идолами 2 коринфянам 616 почитание святых мощей то же что чародейство или колдовство подобно православным христианам и язычники обращались за помощью и советами к умершим что строго воспрещено богом ибо сказано и когда скажут вам обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям к шептунам и чревовещателям тогда отвечайте не должен ли народ обращаться к своему богу спрашивают ли мертвых о живых Исаии 8.19 прежде всего здесь речь о язычниках не знавших бога и обращавшихся к чародеям шептунам и чревовещателям которые обманывали их тем что будто узнавали об их судьбе от вызываемого из многих умерших и к христианам верующим и знающим единого бога это место священное писание к христианам нельзя относить затем встраивать почитание святых мощей с чародейством может только человек не понимающий ни того ни другого чародеи обращались не к истинному богу которого они не знали а к богам ложным к идолам и же руками сделанным христиане не обращаются ни к мощам ни к умершим как к богам а чтут святые мощи тех кто теперь живя на небе окружает престол божий как друзья божии откровение 4.10 христиане чтут не самые святые мощи а ту силу божию и ту благодать святого духа которая в них почивает и свидетельствует о себе великими чудесами совершаемыми всенародно при тысячами людей на виду всех где следовательно никакого обмана не может быть православный целует мощи а господь запретил даже прикасаться к телам умершим и никакому умершему не должен он приступать даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя левитом 21.11 кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека нечист будет семь дней числа 19.11 и 9.6 тела ветхозаветних людей находившихся под греховым проклятием были нечисты ну и то и всех людей тогда Господь прославлял тела святых своих и тогда тела их даже останки их почитали за святыню не были бы взяты живыми на небо еноха илия если бы тела их были нечисты ибо туда не войдет ничто нечистое откровение 21.27 не перенесли бы евреи с великим торжеством кости патриарха Якова из Египта в землю ханаанскую бытие 51 и Моихей не взял бы с собой из Египта кости патриарха Иосифа исход 13.19 Исарий Иосиф не почтил бы костей человека Божия и пророка из Самарии если бы кости их считали нечистыми 4.23 не прославил бы наконец сам Бог тело порока Елисея который пророчествовал и после смерти его и кости его через которые он воскресил мертвеца 4.13 12.20 разве может нечистая творить Божьи чудеса и давать жизнь умершему если в ветхом завете тела обыкновенных умерших людей считались по закону Моисея его нечистыми то теперь этого закона для нас уже нет только до пришествия веры мы заключены были под сражей закона до того времени как надлежало открытие веры в Иисуса Христа Галатом 3.23 теперь нет ничего в самом себе нечисто только почитающему что-либо нечистым тому нечисто Римлян 14.14 поэтому сектантам можно сказать словами апостола Павла для чего вы как живущие в мире держитесь в постановлении не прикасайся не дотрагивайся по заповедям и учению человеческому Холостинам 2.20 разве могут тела не только святых а и обыкновенных христиан принимавших в таинствах благодать Святого Духа соединявшихся в таинстве Святого Пречащения со Христом быть нечистыми предав само слово Божие так говорит христианам об их телах не знаете ли что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа которого имеете вы от Бога 1. Коринфянам 6.19 Впрочем сами сектанты признают всю слабость и неосновательность их возражения о том что мощи святых нечисты ибо на деле сами же себе противоречат так как после погребения умерших грешных своих братьев и сестер не ощущают себя очистительной водою почему по закону написанному в той же книге число на которую сектанты ссылаются они за это должны были бы все истреблены быть и после приводимых сектантами слов мы дальше читаем в этой книге следующее он прикоснувшись к мертвому должен очистить себя этой водой в третий день и в седьмой день и будет чист если же он не очистит себя в третий и седьмой день то не будет чист всякий прикоснувшись к мертвому телу Какого-либо человека умершего И не очистивший себя Оскверни жилище Господа Истребится человек Тот из среды Израиля Ибо он не окроплен Очистительной водой Он не чист Еще не чистота его на нем Вот закон Если человек умрет в шатре Что всякий Кто придет в шатер И все что в шатре Нечисто будет 7 дней Всякий открытый сосуд Который не обвязан и не покрыт Нечист Всякий кто прикоснется на поле К убитовым мечом Или к умершему Или к кости человеческой Или к гробу Нечист будет 7 дней Если же кто будет не чист И не очистит себя То истребится Тот человек из среды народа Число 19-11 Каждый сектант Или имел в своем доме Умершего Или был в доме Где лежал покойник Многие из них Прощались с умершими Целованием Или несли И опускали Гроб в могилу Но после этого Не омывались Два раза В течение 7 дней И очистительной водой С теплом Рыжие килицы Поэтому на основании Приводимой ими Противпочитания Святых мощей Книги чисел Все сектанты Нечистые Все подлежат Истреблению Таким образом Сектанты Сами признали Себя нечистыми И по неразумию Своему Сами себе Вынесли На основании Слова Божия Смертный Приговор Нельзя оставлять Села людей Хотя бы святых Непогребенными Ибо сказано Человеке Прах ты И в прах Возвратишься Бытие 3.19 И возвратится Прах в землю Чем он и был Экклесиаст 12.7 Вот почему Не только все Ветхозаветные Правцы Были по смерти Преданы земле Но даже Великий пророк Моисей Когда умер То был погребен На долине В земле Моавийской Против Вексигора И никто не знает Место погребения Его до сего дня Второзаконие 34.5 Также и Святой Давид В свое время Послужив Изволению Божию Почил И приложился К отцам Своим И увидел Тление Деяние 13.36 А в Новом Завете Читаем Что когда Умер Первый Мученик Стефан То его Погребли Мужи Благозавеянные И сделали Великий Плащ По нем Деяние 8.2 Они Оставили Его тела Для поклонения Сверху Земли Ветхозавеянные Людей Крови Крови Через Иисуса 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 Спасителя Нашего Иисус 3.3 Само тело Господа Иисуса Христа Не было Прославлено До вознесения Его на небо К отцу Небесному Почему Христос И говорит Марии Магдалине Не прикасайся Ко мне Ибо Я еще Не вошел К отцу Моему Иоанн 2017 Только После Вознесения Христа На небо Было Прославлено Тело Его И только После Излияния В день Пятидесятницы На церковь Христов Духа Святого Тело Верующих Христиан Получая В святых Таинцах Освящающие Благодать Божию Стали Храмами Живущего В них Святого Духа Вот Почему Тела Ветхозаветных Праведников Как и Тело Святого Давида Увидели Плени И не Были Чтимы Поклонением Они Еще Не Были Искуплены От Греха Не Были Еще Прославлены Христом Впрочем Тела Их Были Сохраняемы В земле А тело Моисея Совсем Было Скрыто От Израильтян По той Причине Что Как Объясняют Святые Отцы Церкви Например Святой Иоанн Затауст Постоянно Склонные К Белопоклонству Евреи Могли Обоготворить Тело Моисея И поклоняться Ему Как Богу Особенно Помня Все Все Совершенные В Египте И в пустыне Великие Чудеса Тоже Могли Они Сделать С телами И других Ветхозаветних Праведников Затауст Том Седьмой Страница Пятьдесят Седьмая Дьявол Оттого Испорил Однажды С архангелом Михаилом Что Хотел Открыть Евреям Место Погребения Тела Моисея Чтобы Они Изнесли Его Из земли И стали Поклоняться Ему Как Богу Но Архангел Михаил Не допустил Этого Сказав Врагу Рода Человеческого Да Запретить Тебе Господь Хотя Должно Помнить Что Ветхозаветние Ветхозаветние Церкви Чествовались Останки Святых Устройством Им Гробниц И Украшением Их Памятников Матфея 23-29 Погребение же христиану и первомученика Стефана Ровно ничего не говорит против почитания святых мощей Ибо как первомученика Стефана христиане погребли А мощи его были ими изнесены из земли только после прославления их от Бога чудесами Так и святая церковь погребает тела всех своих святых а износит их из земли для чествования только после видимого и всенародного прославления их Богом великими совершаемыми через них знамениями и чудесами настанет время когда мощи ваших святых как предсказывал пророк будут разбросаны по всей земле как ненавидимые Богом в то время говорит Господь выбросит кости царей Иуды и кости князей его и кости священников и кости пророков и кости жителей Иерусалима из гробов их и раскидает их пред солнцем и луной и пред всем воинством небесным которых они любили и которым они служили и вслед которых ходили которых искали и которым поклонялись не уберут их и не похоронят их они будут навозом на земле Иеремия 8.1.2 Для всякого понятно что здесь идет речь о ветхозаветних евреях уклонившихся выдало служение которые поклонялись вместо творца тварями его солнца луне и звездам в предыдущей главе пророчества Иеремии читаем сыновья и иуды делают злое пред очами моими говорит Господь поставили мерзости свои в доме над которым наречено имя мое чтобы осквернить его и устроили высоты Таффиета в долине сыновей иномовых чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне чего я не повелевал зато будут трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным и некому будет отгонять их потому что земля будет пустынею 7.30 сказав 7 главе своего пророчества что так будут наказаны живые иудеи из идолопоклонства прокляри ими 8 главе говорит что и умершие из идолопоклонников будут посрамлены тем что кости будут разбросаны по земле перед тем и самыми идолами которых они любили и которым они служили и след которых ходили которых искали и которым поклонялись они будут навозом на земле пророчество это уже сбылось как мы видим при царе Иосии который разрушил построенные иудеями капища и жертвенники уничтожил идолов сжег дубрава и осквернил вынутые из могил кости идолопоклонников 4 цар 23 12 безрассудно вместо священного писания говорящей о судьбе тел ветхозаветних идолопоклонников относительно телам святых угодников друзей божиих о которых само слово божие так говорит просветут кости праведных от места своего сераха 49 12 он хранит все кости его праведника ни одна из них не сокрушится псалом 33 21 мы уже видели что кости правоцов Якова и Иосиф очстились и бережно сохранялись евреями бытие 51 исход 13 19 что в честь пророков Божиих строились гробницы и украшались памятники Матфея 23 29 а вот и наглядный пример сектантам из которого видно как относились верующие израильтяне по повелению Божьим костям умерших идолопоклонников и костям скончавшихся праведников Божьих благочестивый царь Иосиф уничтожая идолопоклонца в земле иудейской осквернил высоту устроенной в честь идолова старты Мхамоса и Милхома изломал статуи срубил и сжег и разрушил жертвенники языческие потом взглянул Иосиф и увидел могилы которые были там на горе и послал и взял кости из могил и сжег на жертвенники и осквернил его по слову Господню который провозгласил человек Божий предрекший события сии когда Иералаам во время праздника стоял пред жертвенником потом обратившись увидел могилу Человека Божия предрекшегося события и сказал Иосиф что это за памятник который я вижу и сказали ему жители города это могила Человека Божия который приходил из Иудеи и проразгласил о том что ты делаешь над жертвенником висильским и сказал он оставьте его в покое никто не трогай костей его и сохранили кости и кости пророка который приходил из Самарии 4 царств 23.1 но ведь говорил запостол Павел отныне мы никого не знаем по плоти если же и знали Христа по плоти то ныне уже не знаем 2 Коринфянам 5.16 если мы Христа не знаем по плоти то тем более мы должны знать по плоти никого хотя бы из святых его то есть не должны почитать их тела даже если бы они были не тленны здесь речь не о святых мощах и смысл приводимых сектантами слов апостола Павла совсем не тот какой желает предать им сектанты во время святых апостолов были как и теперь есть люди не веровавшие в божество Иисуса Христа для них он казался простым человеком ибо они видели его и жаждущим и алчущим терпевшим хулы поношение и биение страдавшим и умершим на крысе поэтому они видели в нем обыкновенного плотского человека готов всегда сказать вместе с неверовавшими в него иудеями не плотников ли он сын не его мать называется Мария братья его Яков и Иосиф и Симон и Иуда и сестры его не всеми между нами Матфея 13 55 были такие которые подобно нашим хлыстам верили в лжехристов обыкновенных грешных людей считая что в них воплотился Христос Сын Божий отчего предостерегал верующих Сам Спаситель говоря многие придут под моим именем и будут говорить Я Христос и многих пресет тогда если кто скажет вам вот здесь Христос или там не верьте ибо восстанут лжехристы и лже пророки дадут великие знамения и чудеса чтобы преснить если возможно и избранных Матфея 24 5 неверующим в Божество Иисуса Христа святой апостол говорит что если раньше мы знали Христа по плоти то есть как объясняет святой Иоанн Златоуст Христа причастного немощи человеческого естества как то жажды алкания утомления сна кроме греха то теперь мы уже не знаем Христа с плоти подвержены страданиям ибо Он уже освободился от всяких немощей плоти и имеет уже плоть прославленную бессмертную Златоустом 10 страница 572 Слова если же знали Христа по плоти то ныне уже не знаем относятся к тем заблудшим которые отвергают искупившего их господа как например наши новоизраильтяне уверовали в простых людей как в Христов о появлении которых предсказывал Спаситель таким заблудшим апостолы говорит что никакого другого Христа в смертной плоти мы уже не знаем ибо Он во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих Его спасения то есть для сил общего суда над миром Евреям 9 А в прославленной нетленной и бессмертной плоти мы теперь знаем Христа ибо вкушаем причистую Его плоть и пьем все честную Его кровь в Таинстве Святого Причащения Иоанна 6 51 1 Коринфянам 10 16 11 23 Умершие тем более их мощи не могут прославлять Господа от мертвого как от несуществующего нет прославления живые и здоровые восхвалят Господа Сирах 17 25 26 Из предыдущего здесь 24 стиха видно что здесь говорится об умерших ветхозаветных людях еще не искупленных кровью Христа и находящихся в Аде где конечно не было прославления Бога кто будет спрашивать Сирах восхвалять Всевышнего в Аде вместо живущих и прославляющих Его а затем поясняет от мертвого как от несуществующего нет прославления в Новом же завете после совершенного Христом искупления людей от греха и после победы его над Адам 1 Коринфянам 15 54 праведное прославляет Бога не только на земле но и на небе Откровение 4 8 5 8 прославляет его не только молитвам при жизни но и через святые свои тела по смерти так и в Ветхом завете прославили Бога Кости Елисея воскресивший из мертвых прикоснувшегося к ним человека 4 Царь 13 20 Иерахов 48 15 46 22 Затем нужно заметить что не мощи сами собой прославляет Бога но сам Бог дивного святых своих прославляет себя через их святые останки мертвые не могут совершать никаких чудес и псалмопевец Давид стоит разве над мертвыми ты сотворишь чудо разве мертвые встанут и будут славить тебя Псалом 87 11 Дальнейшие слова этого псалма такие или во гробе будет возвещаема милость твоя истина твоя вместе тление разве во мраке познает чудеса твои в земле забвения правду твою из всего приводимого псалма видно что находящийся в очень тяжелых обстоятельствах пророк просит Господа скорее пока он еще жив проявить над ним чудо милости своей избавить множество постигших его бедствий ибо когда он умрет то уже не сможет сам в могиле увидеть это чудо и возблагодарить Бога за его великую милость не услышать его прославлений находящиеся в могиле предавшиеся тле не умершие во грехах люди блаженный Феодорий так известняет это место в псалмах пока я еще жив говорит пророк окажи чудо твое потому что когда умру не увижу его ибо нет врача который бы мог освободить от смерти и какое врачество имеет эту силу мертвецам разрешившимся в прах пребывающим во гробе смерти и преданном забвении возможно ли ощущать твоего человеколюбие и быть зрителем чудес твоих воскрешение Илья и сына советской вдовы 3 царь 17 Елисеем сына самамитянки 4 царь 4 сыном Иисусом Христом дочери Иаира Марка 5 41 сына наинской вдовы Лука 7 11 и смердевшего уже Лазаря Иоанн 11 1 апостолом Петром умершие девицы города Лидбет Тавиф Иоанн 9 37 Всех убеждает в том что Господь когда хочет и над мертвыми совершает чудеса что и мертвые стоят для прославления Бога как это случилось и сейчас смерти спасителя когда для прославления Христа и свидетельства об его победе над смертью и адом гробы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли и вышедшие из гробов по воскресению его вошли во святой град и явились многим Матвея 27 52 А что мертвые совершают чудеса это уже знаем мы из священного Писания как знаем мы то что эти чудеса творят не сами мощи а через них творит их сам Господь поклоняя поклоняясь мощам православные чтут уничиженные на земле самим Богом тела людей наше же жительство на небесах откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа который уничиженное тело наше преобразит так что оно будет сообразно телу его силою которой он действует и покоряет себе все тела христиан называются уничиженными не потому что они нечисты сами по себе а потому что будучи испорчены грехом они стали грубо чувственными подверженными различным недугом и болезням голоду и жаждей холоду и зною страстям и тому подобное от этого уничижения Господь избавит наши тела после их воскресения когда все мы изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертв воскреснут нетленными а мы изменимся ибо тленному этому надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертие 1 Коринфян 15 31 тела всех христиан хотя теперь и уничиженные не могут быть нечистыми ибо они храма живущего в них святого духа тем более святые тела угодников божьих которые исполнили слова святого апостола павла павла да не царствует грех в смертном вашем теле чтобы вам повиноваться ему в похоти его и не предавайтесь членам ваших греху в орудии неправды но представьте себя богу как оживших из мертвых и члены ваших богу в орудии праведности грех не должен над вами господствовать риминам 6 12 святые в совершенстве исполнили слова апостола павла грех не господствовал над ними и над их телами а они святые господствовали над грехом представьте вас и в жертву живую святую благоугодную богу для разумного служения ему риминам 12 1 будучи христово они распяли плоть со страстями и похотями галатам 5 24 почему в очищенные от грехов их тела вселилась изобильно благодать божия которая совершала как и теперь совершает великие чудеса не только через освященные их тела но даже через их одежды даже через падающую от них тень при всеобщем же воскресении господь преобразит и мощи святых угодников божиих еще в более славные духовные тела так что и они будут сообразны славному телу Христа ибо сказано не все мы умрем но все изменимся 1 коринфянам 15 51 сам Христос запретил не только почитать мощи праведников а даже строить им гробницы и украшать памятники их горе вам книжники и фарисеи лицемеры что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников Матфея 23 29 почитать мощи святых Христос никогда не запрещал это выдумка сектантская в приводимых же ими словах спасители обличается не построение гробниц пророкам и не украшение их памятников ибо как мы знаем гробницы и памятники святых людей глубоко уважались и чтились верующими иудеями 4 царь 23 1 18 имя Христос обличает книжников и фарисеев за их лицемерие стиль 28 говоря что они уподобились своим нечестивым отцам которые строили гробницы и украшали памятники тем пророкам которых сами же убивали не желая слушать справедливых обличений в неправде и неверии горе вам говорит спаситель книжники фарисеи лицемеры что строите напоказ гробницы пророкам и украшаете памятники праведник вы говорите если бы мы были два дня отцов наших то не были бы сообщниками в пролитии крови пророков вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников и вы иных убьете и распнете иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город Матфея 23-29 приведение слова Христа блаженный Феофилах так изъясняет возвещает он горе не за то что они созидают гробы для пророков это дело богоугодное но за то что дело это лицемерно и осуждая отцов своих они поступали хуже их превосходили их нечестиями очевидно лгали когда говорили если бы мы жили во дни отцов наших то не убили бы пророков ибо они хотели убить самого господа пророков хотели убить Христос говорит горе книжникам и фарисеям не потому что они строят гробницы и осуждают отцов своих но потому что как в том случае так и в притворном осуждении отцов своих они поступают хуже их но и не тление мощей противоречит законам природы по которым всякое живое существовало следовательный человек должно в конце концов умереть подвернуться тлению и разрушению всемогущий Бог создавший из ничего весь мир и давший природе известные законы и ее бытия силе ограничивать и в известных случаях направлять их так как ему угодно известные действия Божьи называются чудесами именно потому что они совершаются не в обычном порядке явлений известных нам законов природы а совершаются непонятным для нас образом всемогущей силой Божьей Господь воскресивший из мертвых и ожививший уже смердевшее тело Лазаря в силе сделать нетленными тела умерших друзей своих святых угодников Божиих для прославления себя и их и для укрепления веры немощных человеком это невозможно Богу же все возможно Матфея 19 26 Мудрость аниэффектантов лучше всего опровергается самим существованием нетленных мощей Сохранение тел нетленными зависит от многих причин Некоторые тела могли засохнуть лежа в сухой земле при сухом воздухе как засохли мумии Другие могли оказать окаменеть под влиянием кремноземной почвы Третьи могли быть бальзонированы Наконец четвертые высохли вследствие усиленного поста и истощения подвижников при их жизни на земле Пустые слова Мощи некоторых святых долгое время пребывали в сырости но остались нетленными Так например останки преподобного Сергия Радонежского были 30 лет почти в воде на сохранение с нетленными как и облекавшая их одежда А мощи Святого Митрофания Воронежского прибыли в очень сыром Черноземье 114 лет Дубовые доски гроба святители истлели а тело его осталось нетленным Тоже можно сказать о мощах других святых угодников Божьих преподобного Авраамия Никиты и Антонии Новгородских Леонтия Якова Ростовских и других Мощи преподобного Андреяна Андрусовского два года пролежали среди болота будучи брошены туда его убийцами и сохранялись нетленными А нетленное тело святого князя Глеба пролежало пять лет в лесу возле Днепра брошенное там его убийцами Сравнение святых мощей с окаменелыми мумиями совершенно неудачное Ибо святые мощи все же сохраняют известную гибкость позволяющую переодевать их в новое облачение Обычие бальзамирует тела умерших совсем не в православной церкви При том как мумии так и бальзамированные тела на открытом воздухе сохраняются недолго и скоро подвергаются разложению а некоторые святые мощи открыто почивающие пребывают в нетлении уже многие сотни лет Что касается истощения тел угодников божьих вследствие поста и сурового воздержания в пище пяти то оно не может служить причиной нетления их тел Среди язычников есть много людей которые подвергают себя очень суровому воздержанию факиры например есть немало людей которые вследствие внутренних болезней например при раке желудка долгое время почти совсем не принимает пищи и умирает совершенно истощенными как говорят высохшими но тела их все же подвергается тлению и даже очень скоро при том нужно заметить что многие святые умерли внезапно в расцвете и крепости сил своих например святые Борис и Глеб другие умерли будучи еще отроками совсем не изнуряя постом и строгим воздержанием свое тело как например убитый вотрощий святаревич Дмитрий Угышский моих тела в течение уже многих веков остаются нетленными есть есть мощи святых младенцев которые конечно не изнуряли себя суровым постом воздержанием но мощи которых угодно было Богу сохранить нетленными таким образом не от условий воздуха или почвы и не от других каких-либо естественных причин тела угодников Божьих остаются нетленными а силою обитающие в них благодати святого духа почему же тела не всех христиан нетленны если они храмы святого духа живущего в них не все христиан тела нетленны потому что не все они умерли в чистоте веры и жизни не все до конца дней своих сохранили в себе благодать Божию но часто в течение своей жизни скверняли грехами и душу и тело свое и умерли не раскаявшись в некоторых из них и не успев принести достаточные плоды покаяния в большом доме говорит о членах святой церкви апостола Павел есть сосуды не только золотые и серебряные но и деревянные и глиняные и одни в почетном а другие в низком употреблении и так кто будет чист от всего тот будет сосудом чести освященным и благопотребным владыки на всякое доброе дело 2 Тимофей 2.20 эти слова святого апостола одинаково приложимы как живым так и к умершим людям почему не все святые прославлены одинаковым метлением их тел и почему тела одних святых источают мир а других нет потому что так угодно Богу а одних своих угодников он прославляет еще при их жизни на земле большими других меньшими дарами чудотворений и после их смерти одних большим других меньшим метлением их тел а одним дарут большие другим меньшие силы чудотворений дары различных учит святой апостол но дух один и тот же и служения различные а Господь один и тот же и действия различные а Бог один и тот же производящий все во всех но каждому дается проявление духа на пользу все же сие производит один и тот же дух разделяя каждому особо как ему угодно первое коринфян 12 4 церковь почитает святыми и таких угодников божих от которых вовсе не осталось мощей но которые признаны ей святыми по обилию тех чудес какие совершаются ими молительно прибегающим к их помощи верующим христианам зачем же мощи святых разделяют на части и распределяют их по церквам различных мест но унижают ли этим мощи святых нисколько все верующие христиане желают иметь в своих храмах хотя частицы святых мощей которые и получаются разрешения высшей церковной власти но главное это то что по обычаю существующему в церкви от первых веков ее божественная литургия совершается непременно на святых останках влагаемых в особый плат называемый антиминсом почему и освящение храма не может быть совершено без святых мощей или их частиц согласно следующему постановлению седьмого вселенского собора ащи которые честные храмы освящены без святых мощей мученических определяем да будет совершено в них положение мощей с обычной молитвою ащи же отныне обрячется некий епископ освящающий храм без святых мощей да будет извержен якобы преступивший церковные предания правило седьмое а почему не все получают помощи и сырень от святых мощей потому прежде всего что не все этого заслуживают по своей вере и делам о христе спасителе говорится что он придя в свое отечество не мог совершить там ни одного чуда марка 6 5 не мог конечно не потому что был бессилен а потому что неверующие иудеи недостойны были видеть его чудеса как это и поясняет евангелист Матфей говоря и не совершил там многих чудес по неверии их Матфея 13 58 подобно неверующим иудеям и сектанты хотят всегда видеть знамения чудеса святых мощей которых они не почитают за святыню но к ним приложены слова Христа сказанные иудеем род лукавый и прелюбодейный знамения ищет и знамения не дастся ему Матфея 16 4 по вере вашей да будет вам 9 29 не только неверующая но даже сомневающаяся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой да да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа Якова 1 6 откуда из священного писания видно что останки святых после их смерти сохраняются в земле некленными про святую говорит премудрый ферах кости праведных от места своего 49 12 Бог хранит все кости его прайдника ни одна из них не сокрушится салом 33 21 во время смерти на кресте спасителя гробы отверзлись и многие тела усопших святых воскресли и вышедшие из гробов по воскресенье его вошли во святой град и явились многим Матфея 27 52 Почему тела святых угодников Божиих остаются после их смерти нетленными потому что еще при жизни святых угодников Божиих на земле не только в их душах но и в телах всегда обитал святой Дух Божий не оставляющий их своей благодати после их смерти не знаете ли что тела ваши суть храм живущего в вас святого Духа которого вы имеете от Бога 1 Коринфянам 6.19 откуда видно что мощи святых чтили с верующими из тех же мест священного писания где говорится что евреи вынесли из Египта тела патриарха Иакова и с великим торжеством похоронили его в земле Хананской бутей патриархи Иосифа, что благочестивый царь Иосифа, сквернив вынутые из могил кости, ставших выдало поклонство иудеев, в то же время повелел сохранить могилу человека Божия и пророка из Самарии 4 царств 23. А в новозаветнее время видим и жития святых. Особенно почитались мощи святых во время мученических казней, начиная с первого века. За большие деньги выкупали христиане, и даже иногда требуемое по весу, сколько весит отрубленная голова мученика, столько же мучители требовали и золота. И христиане исполняли неправедные требования счастливых, чтобы выкупить святые останки. Откуда видно, что Господь творил великие чудеса через мощи святых угодников Божиих? Это видно из следующих мест Писания. Илья сокрыт был вихрем, Ильисей исполнился духом его, ничто не одолело его. И по успении его пророчествовало тело его. И при жизни своей совершал чудеса, и по смерти были дивны дела его. Сверахов 48.12 Еще говорится, как после смерти совершило чудо, когда коснулся костей Елисея, умерший, и ожил и страв на ноги своей. Четвертый старт в 13.20 Где написано в Священном Писании, что через одежды не только Христа, но и святых угодников Божиих творились великие чудеса, и что даже тень, падающая от апостола Петра, исцеляла больных, мимо которых он проходил. Об исцелениях от одежды Христа мы читаем в Евангелии. Приносили к нему всех больных. Матфея 14.36 И кто прикасался к краю одежды его, все исцелялись. А о милахе верхней одежды пророка Ильи говорится в Библии. 4.8 Об одеждах апостолов. Деяния 19.11 Почему не все получают исцеление и помощь от святых мощей? По неверии или маловерию своему? О почитании святых мощей учили многие святые отцы церкви от первых веков ее. Мы приведем хоть некоторые их свидетельства о прославлении Богом нетленных мощей и других святых останков и необходимости их почитания. Святой Ефрем Сирин говорит следующее о мощах святых мучеников. Они по смерти действуют как живые, исцеляют больных, изгоняют бесов и силой Господа отражают всякое лукавое влияние их мучительного владычества. Ибо святым мощам всегда присуща чудодействующая благодать Святого Духа. Святой Григорий Богослов говорит так о мучениках. Они прославляются великими почестями и празднествами. Они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются и прорекают. Самые тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их. Даже капли крови и все, что носят на себе следы их страдания, так же действенны, как их тела. Слово четвертое, страница сто двадцать пятая. Святой Иоанн Затаус учит. Не смотри на то, что лежит перед тобой на горе тела мученика, лишенное душевной деятельности, а смотри на то, что в нем присутствует иная сила, высшая самой души, благодать Святого Духа, которая своими чудотворениями удостоверяет всех в истине воскресения. «Ибо если мертвым и обратившимся в прав телам Бог сообщил силу большую, нежели у всех живых, то тем более Он даст им жизнь, лучшую, прежнюю и блаженнейшую в день раздаяния венцов». Том 1, страница 127. Святой Мросиме Диаланский обращается к неверующим и сомневающимся с такой речью. «Ты скажешь мне, зачем почитаешь плоть мученика, выстлевшую и разрушенную, о которой Бог не имеет уже никакого попечения? Но что, возлюбленные, сказано самой истинною через пророка, говорящего «Честна пред Господом смерть преподобных его» Псалом 115.6. И еще «Мне же зелочестны, бывшие друзья, твои Божие» Псалом 138.17. «Мы должны почитать рабов, тем более друзей Божиих, о которых говорится «Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится» Псалом 33.21. «Посему во плоти мученика я почитаю язвы, приятые за имя Христова, почитаю тело, учащее меня любить Господа, и не бояться смерти за Него». «И как не могут почитать верные то тело, которого боятся демоны, которые довели они до казни, но которые прославляют во гробе?» «Итак...» «Итак...»